здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня у нас снова горбуша горбуша с нерестовыми изменениями такая мягкая про не про видно такая вот горбыль с горбом плоский уже есть такой вот тоже горбыль тоже горб начали расти нерестовые изменения будем ее так сказать приводить чувство будем подготавливать ее к холодному копчению но чтобы она была плотная на сделать с ней несколько манипуляций чтоб она стала нормально копчение что подходило что так сказать предатель товарный вид чтобы мясо стало плотно и чтобы она вкусом насыщилась и ферментация мяса прошла и так далее но сначала надо ее разделать конечно все два самца две самки я буду делать без головы о два самца до два самца одна самка у меня я буду делать ее без головы сразу удаляю голову мясо у нее такое так сказать не очень хорошего качества а точнее сказать вообще никак плохого качества плохого от слова совсем почку тоже удаляем и так поступают со всей рыбой сегодня самец этот еще хуже прям чувствуется что он разваливается но размораживать вот эту рыбу все размораживать желательно нежелательно а надо в холодильнике чтоб она хоть какую-то форму держала если просто прям бросить будем в теплом помещении игрался 25 то она как мясо еще хуже станет лучше все это в холодильнике разморозить постепенно она как бы свою плотность более-менее оставит просто многих проблемы с этой горбушей то не просаливается то она разваливается и вот решил снять ролик как с этой горбуши как ее победить короче эту горбушу что даже с плохого качества с нерестовой горбуши можно сделать нормальную рыбу холодного копчения плотную все положено почти можно сказать не отличить не отличающуюся не отличившуюся от рыбы которая была выловлена море корка такая уже почти созревшая но еще но еще можно сделать 5 минуточку я даже сейчас не буду заморачиваться там что-то протирать ее салфетками я ее просто промою просто холодной водой за тут рыбку промою холодной водой а дальше приступим уже засолки и корку сразу сделаем вот и стыка отделяем как можно больше это так на бутерброд покушать сразу так сказать засолка мороженое красной икры по-быстрому сухой где-то меньше пол чайной ложки соли на это количество и все это перемешиваем вот прям пена пошла крупную соль взбиваем ее он пенка начала образовываться между икринками пока видно вон она пена все небольшой друшлачок марля отлиплись от темы с горбушей ну раз икра есть сразу все сюда вот и икорку вот считай на 2-3 бутерброда икра есть вот так и оставляем холодильник отправляем надо три часа чтобы она подсохла и джуз есть стек стекает уже и все и икорка готова ну я тебя засолим горбушу завтра уже покажу со мной круг это все просто ничего сложного так сокрови закончили горбушу промыл здесь уже можно и промывать она уже и так себя он горби горб какой но ты еще маленький так и обязательно взвешиваем рыбку обязательно взвешиваем здесь у меня получается три горбушки кило 800 от лишней влаги убираем да ну то тишу она здесь уже как говорится не рыба стресса она тоненькая можно убрать ее вот прям вот так вот срезать ее но зачем терять лишний вес да когда можно и с этой кишой сделать рыбку не разваливается вся вот ребра отходят ну ничего мы ее сделаем от морской можно сказать не отличишь конечно отличишь кто знает но сделаем ее вкусную плотную горбушу соль развесил нам надо 68 процентов я соли на килограмм веса рыбы я был убрать 8 процентов потому что она прям прям такая каша каши можно сказать спинки 8 процентов соли посолочная тара соль крупная использовать только крупную соль первые помол вообще сразу исключить 2 3 типа молодых берем эту соль посолочкой стали на дно насыпаем чуть-чуть берем рыбку соль внутрь распределяем шкуру обязательно против чешуи гоняем шкуру соль крупную ну соответственно соль что я взвесил там не получается 160 грамм надо распределить на всю вот на эти три рынка и укладываем посолочную тару и так делается всей рыбой внутри хорошенько натираем посол будет смешанный для рыбы слабой консистенции нужно посол делать или сухой или смешанный здесь будет смешанный посол и остатки соли это натираем соль всю собираем что осталось соль на рыбу сверху эту соль тоже все собираем ее тоже все сверху на рыбу вот так вот укладываем спидкой вниз 2 вверх и отправляем в холодильник теперь тру засолки максимум плюс 5 градусов на 8 часов вот так вот на 8 часов отправляем обычно вечером делаешь на ночь отправляешь в холодильник она просальца тузлук все тузлук чтоб оставался обязательно сейчас будет тузлук выделяться не сахара здесь ничего не используют только соль вся будет выделяться тузлук его не сливаем тузлуке содержатся всякие ферменты для того чтобы рыбка созревала для созревания рыбы вот именно если делать вот этим посолом рыбу слабой консистенции все отправляем в холодильник на 8 часов прошло 8 часов как мы засолились сухим посолом горбушу желательно накрывать чтобы она сверху не сохла чтобы она сверху была тоже влажная она уже плотная стала вот этот тузлук не сливаем вот этот настоящий тузлук потом содержит на такие ферменты и так далее для созревания рыбки было было более вкусно и более насыщенный вкус сейчас что делаем с это вот мягкой горбуши берем рассол рассола уже предварился предварительно сварил из расчета на 750 миллилитров воды 250 грамм соли вот такой сильный концентрированный тузлук 750 миллилитров воды 250 грамм соли и заливаем чтоб рыбка была покрыта полностью этим тузлуком рассолом чтобы зеркало рассола было выше рыбки положим какую-то тарелочку и раз в сутки раз в сутки два раза в сутки на вот подойти вот так вот перемешать и сболтнуть просто и все и вот так вот оставляем опять же в холодильнике заливали холодным рассолом вот так вот оставляем в холодильнике на двое суток двое суток вот в этом крепком рассоле солим горбушку ну и периодически просто взбалтываем на двое суток холодильник температура засолки плюс 5 до плюс пяти градусов. Ну и как обещал показать икру с замороженной горбуши. Вот она вот такая вот получается. Вот это джуз, жидкость от стекла с нее. Вот такая вот икорка. Однако одной, правда почищена плохо, но в домашних условиях, вкусная малосольная икра. На бутербродике, так что горбушу разделали, ложку отделили икру, там буквально на килограмм, если будет у вас килограмм горбуши, столовую ложку соли, перемешали по-быстренькому, чтобы пена появилась. И все, вот так отправляем на стечку. Вкусная малосольная икра. Прошло двое суток, как мы залили крепким тузлуком горбушку. Она заметно изменилась, стала плотненькая, прям хорошо такая плотненькая, но мы как бы этого и добивались. Именно чтобы из плохого качества из каши сделать плотную рыбу, которая можно будет потом резать, кушать и так далее. Так сказать, придать ей товарный вид. Сейчас что делаем? Достаем ее с тузлука, с этого крепкого, промываем хорошенько и заливаем холодной водой и вымачиваем в течение трех часов. Каждый час воду желательно менять. Соотношение воды и рыбы 1 к 2, 1 к 3. Все отправляем на вымачивание и дальше продолжим готовить. Прошло три часа, достаем отмоченную рыбку уже с воды, кладем на решетку, на стекание и на выравнивание соли. Буквально, ну все зависит конечно от размера рыбки. От трех часов до суток там идет выравнивание. Ну я оставлю здесь на 3-4 часа. Одну рыбку я оставлю просто, будет она у меня соленая. Сделаю соленую рыбку там с лучком, с маслом. А две рыбки подвялю и закопчу. Вот так вот сейчас она будет у меня просто лежать, стекать в прохладном месте. Там лоджия, балкон. У меня на лоджии будет лежать, там прохладно. Часа 3-4 будет выравниваться соль по всей поверхности. Вот здесь сейчас у нас она совсем малосольная у брюшки, а вот здесь она средне-соленая. И когда соль выровняется, все вот это вот распределится, она будет все малосольная, вкусная рыбка. Созревшая, собственно так сказать, тузлуке, сферментированное, вкусное мясо рыбки горбуши. Вот это вот именно вот такого посола. Все, оставляем на стекание ее на выравнивание. А дальше повесим уже вялится. Кстати, здесь один плюс, здесь вялка будет занимать недолгое время. Буквально 3-4 часа при температуре 22-24 градуса она у вас завялится. И можно смело уже вешать ее коптить. Ну вот рыбка, прошло буквально 3 часа на стекании лежит. Вот она шкурка. Поверхность-то подсохла. Уже будет достаточно. Ну когда соль, сейчас с той стороны по-любому она влажная еще чуть-чуть. Да, вот она влажная. Буквально еще вот так переверну, еще полчасика полежит. И повесим вялится. Вялится она будет, ну не более 2-3 часа будет даже много. И при температуре 20-24 градуса вот так вот. И она будет подвяленная, она вот сейчас плотная. Я уверен, она малосольная. Если все делать как положено, то она будет малосольная. Использую только соль и вода. Все, сейчас полежит еще маленько. Влага сойдет. И повесим вялится. Два часа она обдуется. Поверхность-то подвялится. Ну как я сказал, одну рыбку я оставлю просто соленые. А две закопчу. Закопчу. Там буквально в течение 40 минут, часа вот так вот. Не больше. Еще минут 15-20 обдую. И все. И рыбка можно сказать готова. Все вешаем в ШВС. На два часа подвяливаем в течение двух часов. Температура 22-24 градуса. А через два часа уже начнем коптить холодным копчением. Два часа обдува. И вот она рыба. К копчению готова. Два часа. Температура 22-24 градуса. Все перевешиваем в коптильню. И начинаем коптить. Вот так рыбка будет располагаться в электростатической коптильне. Проверяем все расстояния, чтобы были выдержаны. Проверяем работу электростатики. Коптить буду на ольхе в течение часа. Часа будет вполне достаточно, чтобы прокоптить эту рыбку. Все закончили копчение. Коптил я даже не часа, а 45 минут. Вот такая рыбка. Вот еще присутствует. Холодного копчения. Получается. Сейчас перевешиваем в ШВС. Буквально на 30 минут. 30 минут обдуть. Температура 22-24 градуса. И все. Рыбка готова. Соответственно, цвет еще более ярче проявится. Дым. Дым. Я имею в виду не цвет, а именно дым. Дым. Насыщенность дымом про яйца еще более ярче будет. И более так насыщенней. Полчаса в ШВС и рыбка готова. Ну вот рыба готова. Горбуша копченая. Сами видите, какая она получается. Плохой консистенции мяса. Все оно плотное. Я оставил одну соленую. И две вот копченые. Ну и сейчас разрезаем. Пробуем на соль. Я думаю, на соль там не думаю. Я уверен, что на соль там все отлично. Вот такой вот она становится. Это вот плохой консистенции мяса горбуша. Не бойтесь пересолить. Лучше пересолить и вымочить, чем не досолить. И дней через 5-6 она успокоится мхом. Вы просто выбросите ее. Вот такая вот горбушка. Ну и соленую, соответственно. Она вот не вяленая. Просто она лежала у меня на балконе. Ну как она стекла просто и все. Она побледнее. Так как она, можно сказать, меньше подвялилась. Но имеет место быть соленая горбуша. Также ее можно использовать. Нарезать кости, убрать. С маслом, луком, со специями. Все ее, так сказать, употребить. Ну и на соль сейчас попробуем. Вот становится вот такая плотная рыбка. Малосольная. По мне, так даже мало соли. Много вымачивал. А так обалденная, вкусная рыба. Что это? Что это? Эх, пива не хватает. Всем приятного аппетита. Пользуйтесь рецептом. Сейчас и эту тоже разрежу. Это получается более лучше качество. Это более хуже. Ну а такая же плотная. Можно сказать, это уже балковое изделие. Еще раз. Всем приятного аппетита. И до скорых встреч. пока-пиш... О heals. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...